книга открытым оком 7 том вопрос 1851 взаимоотношения часто ли случалось что те кого уже привыкли называть святыми при жизни были не расположены друг другу и даже враждебны отвечает игнати тихонович лапкин меня это всегда настораживало если все так и было то вся их прозорливость чего стоит самое простое под боком у них и они не видели и опростоволосились как и мы грешные лука 15 28 он осердился и не хотел войти отец же его выйдя звал его иван златоуст 13 ноября будучи человеком незлобливым епифаний не распознал феофилово коварство поверил лжи и ревнуя о благочестии проклял оригеновы книги на поместном соборе в кипре а затем написал иоанну послание в котором увещевал его поступить также но но иоанн не спеша с ним делом продолжал изучать божественное писание и все свои заботы направлял к тому чтобы поучать народ в церкви и приводить к покаянию грешников пахомий великий память 15 мая оба брата теперь трудились уже общими силами добыта усердным трудом они отдавали нуждающимся они проводили очень строгую жизнь одетые в грубое шерстяное платье они уходили жаркие места где стояли до утра на молитве не сгибая ни колен ни рук простертых к небу такую всенощную молитву они совершали очень часто хотя ноги их ник иногда пухли от напряжения а москиты до крови кусали их руки если братьев подвижников одолевал сон они садились на том же месте где совершали свою молитву но не позволяли себе опираться на что-нибудь продолжение дня они до тех пор занимались телесным трудом показной от палящих лучей южного солнца не делался невыносимым ради будущих своих сожителей пахомий начал заботиться об устройстве ограды вокруг того места где он подвязался с братом пахомий желал чтобы ограда заключила в себе как можно больше места он ожидал к себе много других иноков но иоанн предполагая что они всегда останутся вдвоем не дружелюбно смотрел на этот труд он даже портил умышленно стену которую они строили пахомий однажды сказал ему по этому поводу довольно безумием иоанн очень рассердился и долго потом не мог успокоиться хотя пахомий просил прощения кирилл александрийский память 9 июня не следует также умолчать и о том как святитель христов кирилл этот великий угодник божий престоль великой своей святости тем не менее имел нечто зазорное в себе и противное благочестию дабы видеть чудесное его исправление он без причины гневался на иоанна златоустого святой на святого это не должно нас удивлять потому что совершенство свойственно лишь одному богу из людей же никто не может быть совершенным сам по себе если только он не и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать иоанна 1 16 христова потому-то и святые как люди причастны человеческим слабостям такая слабость была и у святого кирилла именно в его отношениях к иоанну златоусту он гневался на святого мужа не только при жизни последнего но даже после кончины его и не хотел поминать его во святых такой гнев кирилла происходил не от злобы но от неведения он с одной стороны от своего дяди патриарха феофила с другой от других питавших вражду к златоусту слышал много несправедливых клевет против всего вселенского светильника и по своему незлобию придавал веру лжи как истине ибо написано притча 14 15 глупо верит всякому слову благоразумный же внимателен к путям своим константинопольский патриарх аттик живший раньше не история своих посланиях убеждал его вписать имя святого иоанна златоустого церковные диптихи то есть в книге с именами святых сам аттик раньше также был одним из врагов иоанна златоустого но потом сознав невиновность его святого мужа и вместе с тем свой грех против него раскаялся вступивший на патриарший константинопольский престол после арсаки он вписал в диптихе и златоуста и пока был жив увещевал святого кирилла письмами которых просил его поступать поступить также но последний не слушал его не желая не спровергнуть значение бывшего ранее собора против иоанна который был созван феофилом точно также и святой святой исидор пелуси от родственник кирилла муж преклонных лет видя негодование многих на святого кирилла за то что он исключает златоуста из числа святых с дерзновением писал к нему увещевая рассмотреть беспристрастно обстоятельства осуждения иоанна златоуста кавычки открываются пристрастие недальновидно а ненависть вовсе ничего не видит так писал велосиот в одном из своих посланий к святому кириллу посему если желательно тебе быть чистым от того и другого недостатка не произноси необдуманных приговоров но подвергая деяния справедливому суду потому что и бог который знает все прежде нежели придет исполнение человеколюбиво благоволил снизойти с небес и видеть вопль содомский научая нас делать все по точному исследований по точным исследований его многие бывшие с тобою на соборе эфесском в посмеянии говорят будто ты удовлетворяешь собственной вражде а не того православно ищешь что требовалось бы для иисуса христа феофилов он племянник говорят о тебе и его держится духа как феофил явно излил неистовство свое на богоносного и боголюбивого иоанна так этому желательно похвалиться хотя в положении подсудимого произошла большая перемена ибо иоанн уже претерпел изгнание и теперь не находится живых кавычки закрываются в другом послании святой исидор пелусиот так писал кириллу кавычки открываются устрашают меня примеры из божественного писания и вынуждает писать о чем должно ибо если я отец как говоришь сам ты то боюсь осуждение какому подпал или за то что не уцеломудрил согрешавших сыновей а если как вернее знаю я сын пред тобою носящим на себе образ великого оного марка то страшит меня наказание какому подвергся иоаннафан за то что не остановил отца искавшего волшебницы ибо поелику мог остановить то умер на сражении прежде согрешившего посему чтобы и мне не быть осужденным и тебя не осудил бог прекрати распри и того мщения за собственное оскорбление какое следовало бы воздать смертным не переноси в живую церковь под предлогом благочестия не приз не производи в ней вечного раздора кавычки закрылись и еще в ином месте святой так писал кириллу ты спрашиваешь меня об обстоятельствах изгнания святого мужа иоанна но я не буду подробно писать о том дабы мне не показаться человеком обличающим и осуждающим других ибо многочисленной несправедливости людей ко святому превзошли всякую меру я в кратких чертах при помню тебе жестоковыйный нрав египта который вблизи тебя он отрекся от моисея предался фараону изъязвил ранами смиренных озлобил тружеников устроил города и не заплатил платы работникам упражняясь таких-то деяниях он произвел на свет беззаконного феофила почитающего золото за бога со своими единомышленниками он восстал на святого иоанна боголюбивого и проповедовавшего о боге мужа несмотря на это дом давидов утверждается и умножается а соулов как ты видишь изнемогает кавычки закрылись таковы то были писания святого исидора пелусиота святому кириллу они возымели на последнего такое действие что он прочитавший их стал осознавать свой грех в особенности же он сознал его и совершенно раскаялся тогда когда был устрашен следующим видением ему представилось что он находится на некотором весьма прекрасном и исполненном незъяснимого веселья месте здесь он увидел чудесных мужей авраама исаака и иакова и других святых как ветхозаветных так и новозаветных вместе с тем он видел там весьма обширный и светлый храм красоту которого не в состоянии изобразить человеческий язык и слышал в нем пение сладкозвучных голосов водя сей храм изумляясь его красоте и великолепию кирилл узрел в нем сияние славы причистую владычицу богородицу окруженную множеством ангелов среди стоявших вокруг богоматери находился находился на почетном месте и святой иоанн златоустый сиявший подобно ангелу божию чудесным светом и державший в руке книгу своих сочинений множество дивных мужей окружало его подобно слугам все они были вооружены как бы приготовившись к наступлению и вот когда кирилл хотел припасть к ногам богородицы чтобы поклониться ей то святой иоанн с находившимися при нем оруженосцами немедленно устремился на него запрещая ему приближаться к причистой матери божией и прогоняя его из чудесного храма кирилл видя негодующего против него иоанна и себя выгоняемого из храма пришел в трепет но вдруг он услыхал причистую деву богородицу обратившуюся к иоанну с ходатайством чтобы он простил кирилла и не изгонял его из храма так как он согрешил перед ним не по злобе а по неведению но иоанн как бы не желал простить кирилла тогда пресвятая богородица сказала прости его для меня ибо он много потрудился для моей чести прославил меня среди людей и наименовал богородицы когда причистая богородица изрекла эти слова и он немедленно смелось смиловался и отвечал богородицы по твоему владычица ходатайству я прощаю его затем дружелюбно подойдя к кириллу он обнял и облобызал его и таким образом они примирились друг с другом в видении после сего видения святой кирилл стал часто каяться и осуждать себя за то что до того времени напрасно держал гнев против такого угодника божия потом собрав всех египетских епископов он совершил торжественное празднование в честь его святого иоанна златоустого и записал последнего в церковных книгах сонми великих святых таким-то образом снято было пятно лежавшая на святом муже кирилле который враждовал против святого иоанна причем вражду между своими рабами рассеяла сама причистая богородица с того времени пока был жив святой кирилл он ублажал святого иоанна златоустого похвальными речами пророк ты призван иеговой к служению правды на земле таким же приговор суровый народу гибнущему в зле твой век пред богом неприступен твоя душа всегда чиста ты духом бодр и неподкупен тобою божии уста глаголят божьему народу вещая милости невзгоду пророк взгляни на свой народ и виждь сметенную душою своею лживую красою его нечестие гнетет и близок он к падению снова и грозен гневный иегова идишь пророк ты в царство лжи и всем безумцам укажи что кара тяжкая в грядущем не спослана им всемогущим лавров